Россия 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 Здравствуйте, детки! Меня зовут Максимилиан А, о чем это я? А, меня зовут Максимилиан Я пёс Охотничий пёс Ну, по совместительству Страшовой Привет, Людвиг! Макс, привет! Смотри! Смотри, какой чудесный денёк Людвиг Как вы, наверное, догадались Лис Вы спросите меня, как я Охотничий пёс и Лис стали друзьями? Да Охотничий пёс Это же очень интересная история А может... А может, расскажем? Да Расскажем История эта началась давно Ну, а может быть и недавно В одном лесу жили лисы хитрые и рыжие Людвиг как раз из этой семьи Да, и особенно на своих книгах выделялась семья лаксонов Это были умные, интеллигентные и воспитанные лисы Да Мама город Ларсов Папа Ларс Ларсов Ну и Людвиг четырнадцатый А, кстати А почему ты четырнадцатый? Надеюсь, не в честь короля Франции? Мне же Король Франции тут совершенно ни при чём Просто я Четырнадцатый лисёнок родившийся в семье Ларсов А, ну вот Теперь всё понятно Всё понятно А, недалеко от леса жил человек охотник с семьёй У него был большой скотный двор и хорошенький кулятник Э, где, кстати, жила большая семья Карсонов У них сейчас как раз дневной сон Нет, ну если рассказать о том, что случилось Так мне ж никто не поверит Никто и никогда Ну, может... Может, всё-таки попробуем? Попробуем? Итак Однажды Это прустой О... КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Лора, если Людвиг не будет хитрым, он никогда не подрастет, понимаешь? Это, ну, не знаю, это сэляви, просто сэляви, вот и все. Да что такое это твое сэляви? Ну, что это значит? Лорочка, неужели ты не слышишь, что в этих словах все ответы на все вопросы? Сэляви, сэляви, мне лично никакого перевода не требуется. Лора, ну, привет. Ну, я думаю, что все там будет случиться. Лора, ну, привет. 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 А что ты делаешь здесь совсем один, в такой теме? А я не один. Я одна. Я девочка. Девочка? И я боюсь идти одна домой. Я только что почувствовала запах лисицы. А никого хуже лисицы нет. Три. Ха-ха. А ты видала какую-то одну лисицу в жизни? Я? Лисуя? Нет. Но с тобой я знаю, что у них длинные уши и маленький хвостик. А еще они скачут. Может, просто ты смотрела не на эти картинки? А ты сам-то лисиц видел. Ну, я-то. Неоднократно. И вообще, знаешь, вот нельзя же всех лисиц под одну грибенку. Лисы, они как грибы. Есть плохие, а есть хорошие. А вот ты сразу же... А что это ты так защищаешь? Моя бабушка была лисой. Ты на это шутишь? Не очень хорошая шутка. А как вас зовут? Ну вот, сразу на выгу. Нет же, давай так попросту. Я Людвиг 14-й Ларсон. Тут-то Карлсон. Имя у вас, ну, то есть у тебя, очень такое интересное. С номером почему-то. А что, у вас в семье, кроме тебя, еще 14 Людвигов? Да нет же, нет. Не Людвигов, а Ларсонов. Нас. Начиная с моего прадедушки, всего 14. Но вообще-то они посчитали меня зря. У них что-то кончилось на мне. Послушай, а вот цвет твоей шутки, он мне что-то напоминает. Это не шутка, это пушинки такие. Ты льтица, что ли? Угу. И сказала, что не умеешь летать. Само всем. Кажется, я влево. Говори прямо, ты курица, что ли? Нет, еще не курица. Успокоила. А какого цвета твои пушинки, а хвостик? А у меня плодины. Есть пушинки, у меня шутка. Есть пушинки. Да? Да точно, я правильно угадала. Ты, ты, ты шоешь? Да нет, нет. Ну послушай, зверек с рыжей шуткой и пушистым хвостом. Поняла? Да точно. Ты, ты мелко. Я захотела однажды, как зимой густы сиреней, расцвели как будто в мае. Ты мне веришь, что мне нет? Ты лишь как мне нет. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой все. Наш с тобой все. Однажды я видала, как у нас в основных веках Заводилась из-за слова. Ты мне веришь, что мне нет. Веришь ли мне нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. И закрою, что в прошлый вечер Это наш с тобой все время. Наш с тобой все время. Я и сам все время. ПЕСНЯ 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 Послушай, а ты где живешь? У людей? Да, а что? Ну вот, а как с ними, с людьми-то? Можно, можно кашу сварить на бригад? Кашу сварить? А я кашу с людьми никогда и не варила. ПЕСНЯ 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 Кто за ним? 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 Все целое. Никто не задушил. Кого ты привела в госпицу? Это Людмик 14-й. Ларсен. А он не тратит никого не. Душите, ему можно верить, понимаешь? Ларсен? Угу. Ларсену можно верить? Да? Ты глупа, дочь моя! Да нет же, она вообще-то умнее некоторых взрослых. Тихо. Я только хотела сказать, что ты такой воспитанный. Да, мамочка? Его бабушка была лисой. Ну, Санта он. Белка. Что в своем уме? Что значит бабушка была лисой, а его дедушка, а его отец? Это Санта, Людмик. Другой. Другой. Что значит «другой»? Может быть, он питается незабудками? Может быть, он играет на флейте? А может быть, у него есть крылышки? Лис! Есть лис! Ну, он голоден, он с утра ничего не ел. Ой, вот так вот это… Вот это, я не знаю, понравится ему… Смотри, как это… А я думала, что он начнет прямо с меня! Ну вот что, давай доклёпывай, додожёвывай, и уноси отсюда свои лапы. Сейчас вернётся Петру Спивун, он знает цену вам Ларсена, и ему не объяснишь, что ты другой. Петру Спивун? Послушайте, я вспомнил, я совсем забыл вас предупредить, сегодня ночью бался в Ренце, папа. Ой, я не слишком просто вспомнил. Вы ещё умеете что-нибудь придумать? Да, Мико, Мико, вы положите. А если нет, а если нет, то я сам встречу его тут. Всегда можно что-нибудь предпринять, если ты предупреждён об опасности, а он и правда симпатичный. А мы не будем сидеть в ложах крыли, пусть он от наступных приходит, и, между прочим, Макс будет на вас навсегда. Спасибо тебе, Лёдрик, спасибо. Спасибо тебе, Лёдрик. Что за вечер в курятнике? Четверть девятого уже. Что за митинг в такое позднее время? Петру Спивун? О, позвольте мне представить и объяснить. Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Что? Что? Что такое? Лив, кто меня путаю? Петру Спивун, петру Спивун, петру Спивун, петру Спивун, петру Спивун. И мирно беседуют. С кем? Макси-миллиан! Кук-кар-юл! Кук-кар-юл! Держи, макинь-то! Лиз, лиз, макинь! Лиз, макинь! Лиз, макинь! Лиз, макинь! Оскажайся! Лиз, началась огонь! Кук-кар-юл! Лиз, макинь! Лиз, макинь! Чуде, макинь! Е I & Это ж,けるенький, их собирается от них�оту щитятений! А, 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 и еще 33-ти! А, а! Думаю, какая деспzekлопитная губ 2- мои хорошие ехать! Но все они одинаковые, и у всех у них одно уме! Уху-ху-ху! Ну, кто же, первичная наша пацанница такая? В черепе или веш? Вдруг нет! Это не очень подходит, но, вообщем, смысл такой! Семья не важна на один день! Добрый человек! И давай, мол, все одно и дело! Ах, у меня, надо, надо, люди, у меня добрый дело! Да, как раз, люди! После такой погоды они мне в кислородную подушку нашли! Ковбру и бром! Это же надо такому случиться! Цеплятор помогает лису! Да где это, вы туда? Сэ-ля-ви! Что, Сэ? Сэ-ля-ви! Сэ-ля как? Сэ-ля-ви! Так, знаете ли, в Париже отвечают на самые интересные вопросы! А вы не бывали в Париже? Знаете? Говорят, такое интересное местечко! Там... Да что ты за ладом? Сэ-ля-ви! Париж! Да ты понимаешь, где ты находишься! И кто перед тобой? Э-э, ну каков пудо? Я даже не уверен, что на такое хитроумие сам Ларсон старший способен! А... А Ларсон... Старший это мой папа! А можно я ему передам, что вы меня похвалили? Ему так приятно будет! Ведь он вас так уважает! Так уважает! Можно? Уважает, говоришь? Да! Помню я его застукал здесь во время страшной грозы! Ну... Было это... Начальвая! Гром бремит! Земля трясется! Кусты трещат! И мы! И мы бежим с ним во всем атаке! На его правой и левой! В общем, задней! Должна остаться отметина! Нашу жизнь! Меня! Меня! Личный подарочек! А мы сейчас придем домой! Я обязательно попрошу, чтобы показал! Спасибо! Да! 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 Ты сейчас пойдешь! Ты сейчас пойдешь! К моему хозяину! И к его друзьям! И дам свои песенки! Позови! Париж будешь петь! О! А тебе что тут надо? А! Это проверочка! Проверочка! Как мы вашего гостя встречаем! Хорошо встречаем! Вот! Ошейник! А вот! Вот! Ошейник! Так что пока справляемся! Дядя Макс! Митрик не мошенник! 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 Мошенник другую лучше стыки должен! Вам нас сохранять надо! Вас мама с папой! А! Отпустите, пожалуйста! Ему нужно верить! Понимаете? Вот! Вот смотрите! Я его не боюсь! Ты! 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 Иди! Бери по этой тропинке! Во все лавки свои! И забудь дорогу сюда! Спасибо! Спасибо вам! А вас не зря так уважают! Не зря! Забудь дорогу! Слышь ты! Умерите, пляжи! Илья, где он свежий росток? Ух! Пойдем! Ах! 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 Лора, 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 лора. Я не думаю, что сейчас эти нежности уместны. Где ты был, паршивец? Я был в курятнике. В курятнике? В курятнике? Так и быть. Скажу всё. В общем, там живёт моя новая подруга Туда Карлсон. То есть ты хочешь сказать, что ты был там открытым? Не даясь. Да, мам, представляешь, мы даже с Максимилианом, можно сказать, подружились. Боже, какой футыл. Сынок, понимаешь, ты ж у нас такой протолюбивый, честный, обрёшь без меры и удержу. Но подружился с Максимилианом, дорогая, как это тебе? Понимаешь, лгать нужно только чужим. И тоньше, понимаешь, тоньше, а не так. Ну, сынок. Да и пап, ну я не вру, ни тонко, ни тонко. Ага, и могу доказать. Максимилианом сказал, что у тебя есть отметочка от той погони, которая была в начале мая. Помнишь? Помнишь? Покажи. Он напрямую, левую, я не понял. В общем, пап, покажи. Да? А у него не осталось отметочки от моих клыков? Когда мы с ним бежали, я у него саживаю. Ты чего ты не рассказывал? Я расскажу сейчас. Пачек, хватит моё моё воспоминания. Мы ещё не разобрались с этой... Тут ты как? Самый садидар. Я не поняла, кто она? Сынок, кто она? Курица? Что? Нет, нет. Вернее, она себя курицей не считает. А кем она себя считает? Кошка? Корова? Собака? Попишись. Пописать тут у Карлсона? А можно в стихах? О, дорогая, он уже есть стихи из Варгани. Ну как тебе это? И кто? Ну, давай. Томат? Как тебе нельзя так? В связь у тебя, дорогая, оттуда. Образ твой, и все его оттенки, я навеки в память умру. Жёлтый пух и тонкие коленки, чистый плос, милый рот и нос. Рот и нос. Дорогая, я слышал про рот и нос. Что про рот и нос было? Рот и нос. Папа, рот и нос, конечно. Хорошие стихи. Очень хорошие. А знаешь что, мальчик мой, я сейчас посоветовался сам с собой и решил, что я не возражаю против ваших встреч с этой, как ты говоришь, жёлтенькой, симпатяточкой. Папа, это же очень опасно. Лора, увлекательное посещение курятников. В этом есть смысл. А какой смысл? Я думаю, так с мамой балагурима, а ты всё равно не поймёшь. Так что, миленька, ступай в свою комнату. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Лора, чей это сын? Это явно любое. Жёлтый пух и тонкие коленки, это твой сын Марс. Да, однако пора на охоту. Лора, нет, всё-таки давай мы с тобой поговорим. Арсу. Жёлтый пух. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дорогая мама, не сердись на сына, если сына тайна цвета апельсина. Мне бы повидаться больше ничего с этой милой тайной цвета апельсина. Или даже солнца. Солнца самого. Лора. 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 Скорей, горячего бурёну. Лора. Скорей, горячего бурёну. Ну что, бурёну? Скорей. Лора. Где ты? Ой, какой горячий. Зачем такой горячий? Что я говорю? Это что ты? Во всем мире он меня увидел, он начал лаять. И лая так громко, что разбудил своего хозяин. Да. Я не знаю, кто ты предупредил. Кто ты предупредил вас? Не тот. Ты не представляешь, тот взял своё ружьё. Впервые от жизни Лора. И выстрелил в меня. Попал? Куда-нибудь попал? Я ещё не разобрался, Лора. Как горячо. Что это? Замещание? Нет. Ты как? Я же говорил, это мой сын. Твоя мама чего-нибудь? Ах, хитрец. Ах, хитрец. Лора. Нет, ладно, это горячо. Лора. Надо срочно, срочно его дойти. Сынок. Ларс. Ты, ты ничего не понял. Наш сын влюблён. А его любовь? Курица. Ах, сударыня, скажите, почему же Этот вечер удивительный такой? Правосударь может взглянуть, Это сложно объяснить, Но, наверное, потом, что мы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе Все цветочки расцветают на луку. Я скажу, сударь мой, Мне бы на глазы домой, Но цветочки я видеть не могу. Холк, приятных, Ах, приминен запомнаць, Что я очи врачу спалацю, Маловыни не подавнуць, Но ты спалацца тропотцать. Что такое? Укрю! Матерь ел листопик! Укрю! Укрю! Не могу сейчас понимать! Держись! Укрю! 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 Укрю Ира! Боба! Боба! Там! Боба! Боба! Лютвин! 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 Что? Лютвин попался? Хо-хо-хо-хо, ко-ко-ко, ну что, Максимилиан, опять сел в колошу, хозяин поймал этого щенка голыми руками, а про тебя опять сказал, пора, мол, нашему Максимилиану на покой, мой, на пенсию, мол, был у него талант. Максимилиан, а почему тебе не податься бы в город, и устроиться там на работу? Швейцарм! Максимилиан, а почему тебе не податься бы в городе? Швейцарм! 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 Швейцарм Вот тебе дали ку-ху-ху! Максимилиан, а правильно мы ему напоздали? Ой, нельзя мне так, он ведь отец стултый. Да правильно ты всё говоришь, правильно. Пойди сюда. А ты что думаешь? На такие бразявы, как я? Смеяться можно, да? Я над вами посмеяться? Вы что, Максимилиан, вы же до меня просто... Ну, конечно! Я тебе говорил, не приходи курять, не говорил. А ты что? Я помню, но я просто очень-очень-очень... Ну, конечно, захотел курять в них, вот. Ох ты! Ну! А что это вы тут делаете? А мы не заняты. А хочешь, можем поболтать? Да понял я, понял. То, что я не занят, я вижу. Но нельзя сказать, что я свободен? Да, попался я. Попался. Но, знаешь, я шёл сюда, чтобы поиграть с тобой. Ну, ты... Я всё поняла. Я поняла, что ты чудесный. И что лучше тебя не в одном курятнике мира. А так что? Я не знаю. И вот так вот так вот, как я вижу. А вы не беспокойтесь за меня, дядя Макс. Да... Да, да и... Да и не ругайтесь так сильно, не надо! Ааа! Спасибо! Ну ты что? Ой! О! 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 Мы все-таки... Ай, дай, дай, дай! Какой-то молодец! Я, я не стал так! Я очень переживаю за любимый мир! Лора, в субботу будет мир! Пригласим твоих сестер с дружнями и детьми! Они будут счастливы, они вам завидуются! Макс, ты в мосту! Я в мосту? Лора, что ты говоришь? Думал я, думал, думал, думал и придумал! Мы, как нам, Быть в курятнике желатыми гостями! Да! Мы можем подумать, лезть в курятнике желатыми гостями! Слова, мы идем туда! Да, смотри, Мы будем знакомиться с нашим родственниками, И тут на Карлессон курица, А у нашего сына с ней Нашего сына с ней Любот! Да! Здравствуйте! Что? Уважаемый Лексон, Беда! Что это? Людвига, на Карлессон тебе! А, Затут здесь! Это моя другая подруга! Тут оказался он! Да! Причинается, Вот она, Лисс! Что? Что ты так угадаешь девочкой? Да я серьезно! Сегодня ночью, К нам приехал кто-то, Ну, не к нам, а к хозяину! И, Около будки Максимилиана я слышала, Майдёх огромных собак! А потом эти люди, Заряжали ручью, И последние слова были такие, Мы начнем за полчаса до рассвета! Что? Да ведь уже почти светло! Ну, Лора! Надо что-то собирать! Ну, ты бежал! Ну, ты бежал! Ну, ты бежал! Да, это бесполезно! Ну, ты бежал! Это очень хорошее место, Которое место, Нашего папа! Я же не почувствую! Что? Где такое? В лесу! Хорошее место, Которое место, Которое место! В куряннике, да? Ну, как же мы, Сможем попасть в курянку? А вас там уже ждут? Скорее, спешим! Прошел он! Осторожней! Сынок, за нами! Законяйте нас! Ну, рассторожней! Здесь канала! Сынок! Тише! Очень главное! Оно не! 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 Выходит! Рад приветствовать карикатура. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку... Карикатура? Ку-ку-ку-ку! Это так-то они отвечают на гостеприимство. Он просто? Надеюсь. Месье Лассен не думает, что мы станем ему сегодня ещё и обедом. Я просто хотел быть убежливым, Лор. Я в последний раз здесь был еще в молодости. Сейчас уж я, конечно, не такой. Я помню. Тогда я был совсем еще маленьким цыпленком. Да. Удивляюсь, как мне удалось вырасти. Я сам удивляюсь. Ты по-моему изменилась. Парс тоже, он уже не так уж и ты. Ну, Лора, но не при всех. Кстати, ваша дочь знаете... Да, а ваш сын, вы знаете, это же дополнать. Только приди в курятник предупреждать лис об опасности. А ваша дочь тоже очень способна. А это значит, что мы теперь можем играть друг с другом, да? Что? Конечно! Нет, нет, и еще раз нет. Это... Это... Как это объяснить? Лисы дружат с курами. Но если рассказать об этом, мне ж никто не поверит. Никто и никогда. А мы подтвердим в немы! 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 Вам сегодня рассказали артисты филармонии Дмитрий Фирага, Мария Саланова, Андрей Селянкин, Иван Чомин, Татьяна Асвадина, Василий Павлов, режиссер проекта Ирина Леонова. Академический камерный хор государственной филармонии Костровской области, камерный артист Костровской области, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист Костровской области Алексей Мельков. Ну что, наши юные слушатели, вам prediction сказка? Мы очень рады. У нас в Хармонии часто бывают интересные события. Приходите к нам на концерты и музыкальные сказки. Мы будем рады вас видеть. А пока до новых встреч! Счастливо!